Поступает много вопросов по расчету гидравлических сопротивлений систем отопления. Как считаются гидравлические расчеты, гидравлические сопротивления систем отопления для двухэтажного дома, когда расположены радиаторы и на первом и на втором этаже и рассмотрим с вами как однотрубную систему, так и двухтрубную. То есть, каким образом считать двухтрубную систему отопления. Везде в сети, в любых рекомендациях сказано, что двухтрубная система прогрессивнее, чем однотрубная, так как обеспечивает равномерное поступление тепла каждому радиатору, в отличие от однотрубной, в которой происходит затухание прямой трубы по теплу к последнему радиатору по схеме. Что я могу здесь сказать? Я не хочу ругать ни однотрубную систему, ни двухтрубную систему. Если, в принципе, просто однотрубную систему брать, то да, есть такой эффект затухания. Но при Ленинградке можно добиться того эффекта, что все радиаторы будут равномерно прогреваться. Но здесь есть замечание. Когда слишком много радиаторов на ветке при Ленинградке, обычно я допускаю до 10-11 радиаторов, ориентировочно где-то по 10 секций на одну ветку. Тогда она работает замечательно. Но это я объясню по ходу нашего разбирательства с однотрубной системой и с двухтрубной системой. И далее второе замечание. Мы знаем, что моя система замкнута и герметична. Я привел характеристики котла, который имеет свою напругу в смысле анализа температуры и давления в системе. Перепад высоты со вторым этажом всего 3,6 метра. А также привел характеристики циркуляционного насоса. В определенном смысле лучшего в своем классе. Насос здесь Grundfos Alpha Auto с параметрами 25 и 6. То есть, обратите внимание, я буду разбирать эти параметры, что обозначает 25 и 6. Но вы, к сожалению, не привели своих доводов, как их такого котла и такого насоса параметры повлияют в лучшем или ухудшающем смысле на общую схему. Мы также, исходя из общепринятых знаний, распространенных на большинстве формов и ресурсов сети, можем допускать, что при Ленинградке создается режим теплоснабжения заведомо худший. То есть, третье место занимает. Чем обвязка радиаторов одностороннее, это второе место и тем более диагональное, первое место. То есть, у моего клиента обвязка радиаторов диагональная. То есть, с одной стороны сверху подается теплоноситель, снизу он забирается. Да, замечательная схема обвязки. Ну, давайте перейдем к делу и посчитаем три варианта с двухтрубной системой отопления и с однотрубной. Итак, он мне прислал вот такую вот схему, чем-то похожую на его схему обвязки. Единственное, небольшие здесь есть отличия. Я сейчас покажу, что это за отличие. То есть, у него идет двухтрубная по горизонтали на первом этаже. И вот таким образом завязаны радиаторы. Единственное, что у него на первом этаже завязано 9 радиаторов. И вот таких вот стояков у него получается тоже 9. На нашей схеме здесь 7. Ну, у него 9 стояков и 11 радиаторов наверху. Значит, каким образом я делаю гидравлический расчет вот для такой схемы? Первую ветку я беру только подачу и обратку первого этажа. То есть, вот эти вот трубы только. И опять же, разделяю на обратку и на подачу. Потом отдельно считаю радиаторы с их обвязкой, то есть с тройниками, с кранами и с трубами первого этажа. Дальше я беру отдельно ветку радиаторов второго этажа с их обвязкой и с сей запорной арматурой. И последняя ветка у меня получается стояки. Как подача отдельно считается, так и обратка отдельно считается. Здесь я взял два варианта. Первый вариант я взял полипропилен 25 трубу, диаметр 25 трубу везде, абсолютно везде, как по горизонтали, так и по вертикали, вертикальной стояки. И второй вариант я взял 32 трубу горизонтальную общую и 25 трубу взял уже вертикальные стояки и обвязку с радиаторами. Радиаторы у нас здесь по двухтрубной системе обвязаны все. Подводится 25 труба и обвязаны трехчетвертными радиаторными кранами и естественно все соединительные размеры на радиаторах три четверти. Что же, давайте примемся расчет вот этой системы, гидравлический расчет вот именно этой данной системы. Я некоторые данные уже здесь подготовил, поэтому заходим в программу и я открыл уже рассчитанный проект. То есть я взял отопление независимое и, как у моего клиента, раствор гликоля с температурой замерзания, то есть теплоносители для системы отопления до минус 30. Конечно, там можно будет выбрать и другие вода, это уже на ваше усмотрение, какой теплоноситель у вас будет. У меня вот это вот получились общие уже потери давления во всей системе, то есть я ее обозвал просто двухтрубная система. И у меня получилось 6 участков, как я говорил. Давайте теперь посмотрим, как я все это делал. Вот, возьмем первый участок, это первый этаж, обратка. Смотрим, что у нас получается. Вот я обозвал этот участок, первый этаж, обратка. Я взял транспортирующую среду, температуру транспортирующей среды 80 градусов. Взял материал полипропилен. Шероховатость стенок он сразу, программа автоматически мне поставила. Далее я ставлю внутренний диаметр трубы. Если у нас труба 25, смотрите на своей трубе, какая толщина стенки. Обычно, если взять, что будет там армированная труба со стекловолокном или с алюминием, она в районе 4 мм толщина стенки. Естественно, если взять 25 и толщина стенки 4 мм, берем две толщины стенки, это получается 8 мм. 25 минус 8, получается 17 мм. Я поставил 18 мм. Ну ладно, бог с ним, пускай будет 18 мм. Вы ставите уже ту, какая у вас есть. Это я взял с учетом того, что у нас общий трубопровод, который будет разделять потоки уже и на первый, и на второй этаж, 25 мм. Как я уже говорил. По обратке у меня длина участка 36 м, то есть по периметру обратка получается у нас 36 м. Дальше, что я закладываю? Я рассчитываю от теплового потока, то есть тепловой поток, теплоноситель должен нам принести через общую 18 кВт, то есть 18 000 Вт. И взял заведомо низкий перепад температур между подачей и обраткой, то есть, грубо говоря, 80 у нас котла должна уйти и 70 градусов прийти, то есть я поставил 10 градусов разницу. Для чего это делается? Для того, чтобы программа автоматически нам посчитала, какой объемный расход в литрах в секунду должен происходить в трубопроводе. В следующем разборе я эту цифру увеличу и вы увидите сами разницу. То есть, обратите внимание, что здесь в трубе должен быть объемный расход, ну 500 грамм в секунду проходить, то есть скорость приличная и он автоматически нам выдает скорость метров в секунду, то есть 1,9 метров в секунду скорость движения теплоносителя. Все здесь программа сама автоматически уже подставляет все данные, то есть динамическое давление, гравитационные потери, линейные потери по трубе, потери местных сопротивлений и выдает общую суммарную потерю. Но кроме трубы у нас есть еще различные местные сопротивления. А это какие? Я вот добавил кран шаровый стандартного прохода, условный проход 20 мм, то есть на 25 трубу условный проход 20 мм. Один. Это будет шаровый кран, который будет уже стоять непосредственно на этой ветке, на обратке. Далее тройники на слияние. Почему на слияние? Давайте я вам покажу именно тройнички. Здесь видите у нас есть тройник на ответвление, это переходной тройник, то есть если у вас 25 и ответвление идет 20. Я ставлю обычно тройник на ответвление, тройник на проход, тройник на разделение и на слияние. То есть на слияние, когда два потока сливаются, и ставлю на разделение, когда два потока разделяются. Это уже на подаче обычно я ставлю. Дальше. Естественно, у нас уголки 90 градусов, я их взял здесь 14 штук. Вот. Может быть много это, но по той схеме, которую я показывал, их 14 штук на одной обратке. Первый этаж подачи. То есть так же, как и обратка, 80 градусов, полипропилен, внутренний диаметр 18 миллиметров, та же самая длина участка 36 метров. Идет дальше то же самое 18 киловатт он должен подать к радиаторам и разница перепад температур 10 градусов. Объемный расход тот же самый остается, но здесь уже у нас результаты потерь давления побольше. Почему? Потому что здесь, как и с обраткой, идет один кран, тройников 10 штук, уголков 14 и еще добавляется стальной котел. То есть в эту же ветку я добавил стальной котел, у него свой коэффициент местного сопротивления есть. Принимаем. Далее, третий участок, как я говорил, это радиаторы первого этажа. Что здесь? Температура остается такая же. Обвязка полипропилен, то же самое 25 труба 18 миллиметров. Длина участков на обвязку 8 метров. Предположим, почти по метру на каждый радиатор. Тепловой поток на первом этаже у нас 9 радиаторов по 6 секций. Я взял теплоотдачу одной секции 150 ватт. Они разные бывают, но с учетом того, что у них обычно 180 либо 175 ватт на одну секцию. Но это при условии, когда пропадающая температура 90 градусов. У нас 80 градусов, поэтому я взял чуть поменьше 150 ватт с одной секции. И естественно 9 радиаторов у нас получается, 9 радиаторов по 6 секций получается 8 киловатт 100 ватт. Расчетный перепад температуры оставил также. Как видите, объемный уже расход уменьшился. И дальше, что у нас, какие местные сопротивления. То есть приборы отопительные. Сами алюминиевые радиаторы с входом 20 миллиметров, условным проходом, как я говорил, 3 четверти и 9 элементов их. Давайте я вам покажу, как радиаторы. То есть выбираются алюминиевые радиаторы. Здесь видите биметаллические, конвекторы, стальные радиаторы, чугунные радиаторы. Алюминиевые радиаторы. Здесь у них либо 15 миллиметров полдюймовые краны ставятся, либо 20. У нас 20. И здесь секция 1, 2, 3, 4 и более. Естественно у нас 6 секций, я ставлю 4 и более. И здесь ставлю сколько у нас однотипных элементов. У нас 9 радиаторов на первом этаже. Вот таким образом. Далее хочу обратить внимание. Здесь на подачу я поставил кран радиаторный термостатический прямой. То есть это термостатический. И у них, как видите, КМС очень большое. Это хочу показать для того, чтобы вы увидели потом разницу с другим расчетом. На обратке я поставил кран шаровый стандартного прохода, тоже полдюймовый, тоже 9 штук. И тройников на ответвление, как я уже говорил, будет у нас по два тройника. На каждый радиатор 18 штук. Вот таким образом я посчитал радиаторы. Принимаем. Далее стояк обратка между первым и вторым этажом. Смотрим, что у нас здесь. То есть 80 градусов без изменения. Также полипропилен 18 миллиметров внутренний. Длина участка 33 метра я взял. То есть у нас 9 стояков по 3,6 метров. Там где-то ориентировочно 33 метра получается. Плюс-минус. Я точно не считал. Я на вскидку посчитал. И так как у нас обратка, мы здесь ставим еще одно значение. Вот смотрите. Превышение конечной точки над начальной. Так как обратка, теплоноситель у нас уходит вниз. Значит тот перепад между первым и вторым этажом вот здесь ставим со знаком минус. Вот видите. Если конечная точка ниже начальной. Минус 3,6 я поставил. Тепловой поток уже 9,900. То есть на втором этаже у нас 11 радиаторов по 900 ватт. То есть 6 секций по 150 ватт. Получается 9,900. Также перепад в 10 градусов. И объемный расход нам показал. И как видите, здесь у нас уже суммарные потери давления с минусом. То есть минус 7,436. Почему с минусом? Да потому что по обратке теплоноситель уже не видит никакого сопротивления. Он просто падает вниз. Вот таким вот образом. В потере местных сопротивлений я ничего не ставил, потому что это прямая труба сверху вниз, которая проходит. Поэтому здесь местных сопротивлений никаких нет. Принимаем. Далее смотрим подачу. То есть стояки подачи. То же самое 80 градусов. Та же самая труба. Те же самые участки 33 метра. На что я здесь еще хочу обратить внимание. Если вы хотите более точно рассчитать. То есть вы можете по отдельности брать каждый стояк. Я не стал время на это тратить. Я общую длину взял и все. Вы можете по отдельности. То есть есть у вас 3,6 метров. Поставите здесь длина участка 3,6. Здесь превышение конечный над. Естественно он снизу вверх поднимается. Также ставим со знаком плюс уже 3,6. Так как идут уже потери на то, чтобы поднять этот теплоноситель вверх. Тепловой поток. Если вы будете по отдельности по стояку. То значит вы берете тепловой поток только одного радиатора. К которому идет этот стояк. Если на стояке два радиатора. Значит поставите тепловой поток двух радиаторов. Местной сопротивления у нас нет. Так как это обычная труба без всяких элементов. Тройники которые завязаны радиатором первого этажа от этой трубы мы уже посчитали в другой ветке. Поэтому два раза не стоит их считать. И как видите здесь суммарные потери за счет того, что теплоноситель поднимается уже достаточно велики. Принимаем и последнюю ветку мы считаем точно так же как и первого этажа радиатора второго этажа. То есть 80 градусов. Условный проход. Длина участка 11. То есть 11 радиаторов я взял грубо говоря по метру на каждый радиатор трубы. Превышения здесь не будет. Все в одной горизонтальной плоскости. Тепловой поток всех радиаторов. Вот и естественно здесь местное сопротивление. То есть это сами алюминиевые радиаторы создают сопротивление. Опять же краны радиаторные на входе термостатические прямые создают. Кран шаровый на выходе создает свое сопротивление. Уголки под 90 градусов и тройники на разделение. Я их взял 4 штуки, так как у нас 9 стояков, а радиаторов 11. Естественно на двух стояках будет параллельный радиатор по 2 штуки. Поэтому там 4 тройника получается на всей этой ветке. Вот такой вот расчет. И как видите на радиаторах с термостатическими кранами радиаторными уже у нас получается суммарные потери давления. Принимаем. И в итоге мы смотрим что у нас получилось. Все ветки у нас есть. И мы видим вот такую вот цифру. 2 миллиона пятьсот тридцать шесть шестьсот шестьдесят один паскаль. Давайте переведем его в атмосферы или в бары в мегапаскали. То есть вот ставим два миллиона два миллиона пятьсот тридцать шесть шестьсот шестьдесят один. И это у нас в паскалях. И переведем в бары в атмосферу. Как видите 25 атмосфер. И сами понимаете какой насос может преодолеть такое сопротивление. Ни один насос циркуляционный не преодолеет такого сопротивления. Давайте просмотрим теперь вторую схему. Второй расчет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok